МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многоцелевой истребитель МиГ-29 — пожалуй, самая известная боевая машина четвертого поколения, которая эксплуатируется в более чем 20 странах мира. Детище конструкторского бюро «Микояна» воплотило в себе лучшие и самые передовые разработки тогда еще советского ВПК. Бортовое оборудование и вооружение самолета обеспечивают решение боевых задач днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. С самого начала своей истории, еще на бумаге, истребитель МиГ-29 проектировался с заделом на длительную службу. В его конструкцию были заложены возможности неоднократной модернизации по мере появления нового вооружения и бортового оборудования. Главным предназначением самолета заказчик определил завоевание превосходства в воздухе над районом боевых действий, вторым, но не менее важным — нанесение ударов по наземным целям. При проектировании истребителя конструкторы Московского машиностроительного завода «Зенит», ныне ОКБ имени «Микояна», должны были решить несколько задач. Разработать легкий, массой до 12 тонн самолет с повышенными характеристиками маневренности и тяго-вооруженности, но пониженным расходом топлива. Внедрить новую авионику и высокоэффективные средства поражения, но при этом сделать истребитель простым в пилотировании, производстве и эксплуатации. Чтобы ускорить создание самолета, конструкторы приняли решение разделить процесс на два этапа. На первом — построить и испытать планер с имеющимися на тот момент системами управления вооружением и параллельно работать над перспективной начинкой. На втором этапе — соединить их в единый комплекс. Впрочем, уже в 1975 году оба направления были практически готовы и от промежуточного варианта решили отказаться, сосредоточив усилия на итоговом изделии. Опытный экземпляр МиГ-29 был готов в августе 1976 года. Свой первый полет истребитель совершил в октябре 1977-го. Далейшие доработки и испытания заняли почти шесть лет и завершились только в 1983 году. На вооружение военно-воздушных сил Советского Союза самолет МиГ-29 был принят в 1987 году. Впрочем, к этому времени истребитель был достаточно хорошо знаком пилотам и более того, освоен авиаторами. Не только учебные части, но и строевые стали получать машины данного типа сразу после завершения испытаний. В том числе 968-й истребительный авиационный полк, который дислоцировался в поселке Рось Гродненской области. Сейчас белорусские МиГи несут боевое дежурство в Барановичах на 61-й истребительной авиационной базе. МиГ-29 МиГ-29 — сверхзвуковой истребитель. Он предназначен для перехвата широкого круга воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях, а также в условиях постановки помех. Кроме того, МиГ-29 может применяться для поражения наземных целей неуправляемым оружием. Экипаж — один человек, в варианте учебно-боевого — двое. Длина самолета МиГ-29 немногим более 17 метров. Высота — 4,5, размах крыла — 11,3 метра. В отличие от собратьев по классу, на МиГе впервые была применена оригинальная конструкция планера, позволяющая маневрировать на больших углах атаки. Фюзеляж и крыло образуют здесь единый несущий корпус, что обеспечивает меньшее лобовое сопротивление и большую подъемную силу. При этом около 40% приходится на корпус и 60% — на крыло. Проект «Микояновцев» впервые в истории самолетостроения был призван не столько идти к увеличению скоростных характеристик, сколько к маневренности и тягу вооруженности. И здесь вместе с конструкцией планера особую роль сыграли новые двигатели. Железные сердца истребителя — два газотурбинных РД-33 с регулируемым соплом и отклоняемым вектором тяги. Они обеспечили машине высокую скорость и невероятную тягу. Каждый двигатель в режиме «Полный форсаж» выдает почти 8,5 тысяч килограмм сил. Это значит, что с работающим двигателем истребитель весом почти 12 тонн может стоять на хвосте и даже набирать высоту с ускорением практически как ракета. В самолетном режиме эти двигатели позволяют машине с максимальным взлетным весом в 18 тонн подниматься на высоту в 18 тысяч метров и пролетать без дополнительных баков полторы тысячи километров, а с резервным топливом больше двух тысяч. Кстати, на борту «Мига» сразу семь баков, пять фюзеляжных и два крыльевых общей емкостью 4300 литров авиационного керосина. Но можно добавить еще и подвесной топливный бак на полторы тысячи литров. Подготовка самолета к вылету занимает около 50 минут. В это время специалисты заправляют машину жидкостями и газами, проводят проверку всех систем. Впрочем, подготовить МиГ-29 можно не только в условиях стационара, но и в полевых условиях. К примеру, при посадке самолетов на аэродромные участки дороги. Подобная практика в Беларуси отрабатывается с 2007 года. Тогда на импровизированную ВПП приземлились несколько типов летательных аппаратов, в том числе истребители МиГ-29. В последующем подобные тренировки авиаторы стали проводить с завидной регулярностью. Управление самолетом осуществляется в ручном и автоматическом режимах. Автопилот позволяет максимально точно выдерживать заданную высоту и курс полета. Истребитель оборудован множеством систем, позволяющих пилоту ориентироваться в пространстве без привязки к ориентирам на земле. Они же помогут пилоту предотвратить выход в режим сваливания, обеспечат информацию о предельных нагрузках и выведут точно на взлетно-посадочную полосу или на объект перехвата или преследования. Система управления вооружением истребителя МиГ-29 состоит из радиолокационного прицельного комплекса средней дальности и оптико-электронного прицельно-навигационного малой дальности. Вместе они обеспечивают обнаружение воздушных целей даже при наличии естественных и организованных активных и пассивных помех. Пилот истребителя без помощи с земли может искать воздушные объекты, обнаруживать их в том числе скрытно и опознавать по системе свой-чужой. При этом в прицеле может находиться до 10 объектов. Для уничтожения назначенных целей на борту предусмотрен комплекс авиационных средств поражения. Максимальный вес боевой нагрузки самолета больше двух тонн. Помимо 30-мм пушки на 150 снарядов самолет на шести точках подвески может нести авиационные ракеты «Воздух-воздух» разных типов и неуправляемые реактивные снаряды. Бомбардировочное вооружение самолета включает в себя авиабомбы калибра 250 и 500 кг и зажигательные баки. Кабина истребителя оснащена системой отображения информации на фоне лобового стекла, а также нашлемной системой целеуказания. Последняя позволяет пилоту мгновенно произвести захват цели головками самонаведения ракет, лишь посмотрев на нее. МиГ-29 умеет не только атаковать, но и защищаться. Оснащенная комплексом обороны машина предупреждает летчика об угрозе нападения, информирует о направлении возможной атаки, а в случае необходимости ставит помехи системам наведения ракет противника. Для защиты от средств поражения, имеющих тепловое наведение, выбрасываются ложные цели — тепловые ловушки. К слову, сегодня спектр возможностей самолета МиГ-29 значительно расширился. В ходе глубокой модернизации уже МиГ-29БМ оснастили системами дозаправки в воздухе, новой спутниковой системой навигации, расширили номенклатуру авиационных средств поражения, а еще научили работать по наземным целям современными высокоточными видами оружия, в том числе с телевизионными и лазерными головками самонаведения, работающими по принципу «пустил и забыл». Так что в истории этой боевой машины точку ставить еще очень рано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова